Друзья, всем привет! С вами Снова Айс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. Герой сегодняшнего полноценного и честного обзора это бюджетный защищенный смартфон от компании DOOGEE, DOOGEE S35. Нельзя сказать, что это совершенно новая модель, но, тем не менее, телефончик вышел в 2021 году и все еще активно продается. А учитывая нынешнее повышение цен, этот бюджетник можно рассматривать и в качестве обычного смартфона, даже если вы не подыскиваете себе защищенный вариант. Данный телефончик продается примерно за 10 тысяч рублей и остается одним из самых недорогих защищенных телефонов на рынке на текущий момент времени. Ну а чем же данный телефон примечательный и вообще стоит ли он вашего внимания, мы будем разбираться в ходе этого обзора. Ну а прежде чем мы начнем, хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину Play.ru за предоставление этого смартфона на обзор. Именно в интернет-магазине Play.ru по самым низким ценам вы можете приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, а также бытовую технику. В общем, если подыскиваете себе что-то интересное, проходите по ссылочке в описании. Ну а мы будем начинать. Телефончик, несмотря на то, что является младшим, можно так сказать, в защищенной линейке дуги. Является таким вот малышом по размеру и по экрану довольно-таки тяжелый. 260 грамм он весит и в толщину почти что 16 миллиметров. И это несмотря на то, что здесь у нас нерекордный объем батареи на 4350 миллиампер. Экран здесь у нас 5 дюймов HD плюс разрешение IPS матрица. И этой батарейки с таким небольшим экраном хватает телефону запросто для того, чтобы работать в течение двух дней. Железо здесь очень скромное по нынешним временам. МТК 6737V под капотом. Это четырехъядерный довольно слабый процессор по очень старому техпроцессору 28 нанометров. Ну а что касается коммуникаций, то в принципе здесь не так все и плохо. Поддерживается и два диапазона Wi-Fi и Bluetooth свежей версии. В общем и целом телефончик не так уж и плох. По камерам здесь тоже в принципе можно сказать, что неплохо, но с точки зрения именно фотографии. Задняя камера у нас на 13 мегапикселей, ну и плюс два бесполезных двухмегапиксельных модуля. Ну а фронтальная камера на 5. С точки зрения связи здесь тоже нареканий никаких нету, хотя вроде бы защищенный телефон с защищенным таким вот корпусом по идее должен экранировать сигнал. Но этого здесь не происходит и связь телефон ловит отлично. Даже в условиях где ну скажем так неустойчивый прием. Вообще очень нравится дизайн этого телефона. Даром что это бюджетник. Смотрится он довольно неплохо. Эдакий пузатый малыш. Прикольно имеется по углам вот такие вот противоударные скажем так наросты. И если телефончик у вас выскользнет из рук и упадет на асфальт, я думаю, что он просто отпрыгнет и все с ним ничего не произойдет. Естественно имеется защита от пыли и влаги. Возможно погружение вплоть до одного метра и использование его при экстремально низких и высоких температурах от минус сорока для до плюс пятидесяти. Ну и на тыльной стороне конечно же гордо написано IP68. В общем неплохой малыш и надо сказать, что работает он несмотря на свое скромное железо довольно сносно. Нельзя сказать, что он показывает какие-то рекорды скорости, но по крайней мере в интерфейсе и стандартных приложениях он фактически не подтормаживает. Но понятное дело, что для игр он абсолютно не предназначен и вряд ли кто-то в здравом уме будет пытаться на нем играть. Здесь у нас десятый андроид. Ну и я уверен, что скорее всего телефончик не получит обновление до одиннадцатой версии. Ну это дуги и как правило выпуская телефон на какой-то операционке дальнейшее обновление можно уже в принципе не ожидать. С точки зрения голых цифр тестов давайте посмотрим. В Antutu телефон набирает очень скромные по нынешним временам 42 тысячи баллов. Напомню, это четырехъядерный процессор MTK6737V, который вы могли видеть в телефонах лет эдак 5-6 назад. И вот сейчас его видимо в каких-то закромах нашли и решили установить в относительно свежий смартфон. Но опять-таки справедливости ради надо сказать, что именно в стандартных приложениях и интерфейсах никаких подтормаживаний нет. Ну а игры естественно не конек этого смартфона. Geekbench показывает совсем грустные цифры. 70 баллов на одно ядро и 282 балла на 4. Что лишний раз говорит нам о том, что это супер бюджетное устройство. Внутренний накопитель здесь очень скромных размеров на 16 гигабайт и при этом очень и очень медленный. 70 мегабайт на запись и менее 150 мегабайт на чтение. Благо здесь есть возможность расширить хранилище за счет SD-карты до 256 гигабайт. Так что скорее всего вам придется это сделать, если вы хотите накачать побольше фильмов, музыки, ну либо же хотите немножко пофотографировать. Несмотря на то, что здесь двухдиапазонный модуль Wi-Fi и он подключился у меня к сети 5 гигагерц, выдает он довольно скромные скорости. Скорее всего это ограничение непосредственно модуля, который здесь установлен. Ибо мой провайдер выдает мне 300 мегабит, а я получил всего лишь в районе 70 и не более. Но тем не менее каких-то вопросов по скорости работы телефончика именно с интернетом у меня не было. Все довольно неплохо и шустро грузилось. Ну и естественно я обязан был протестировать GPS. Это защищенный телефон, который скорее всего уедет куда-нибудь вдалека от цивилизации. На вахту, либо же турист захватит его в поход, либо же охотник возьмет на охоту. В общем данный телефончик будет скорее всего использован именно с точки зрения проводника и для того, чтобы построить маршрут. Здесь никаких вопросов нету. Довольно шустро нашел телефончик спутники. Неплохо держался за них, ну и точность была в районе трех метров. В общем про связь сказал, тесты посмотрели. С точки зрения автономности тоже обсудили. Два дня телефончик работает и это довольно неплохо. Ну и естественно стоит поговорить немножко о камерах, которые здесь надо сказать довольно неплохи. Именно с точки зрения фото. На удивление даже фронтальная камера на 5 мегапикселей умудрилась сделать отличные фотографии на улице при ярком солнечном цвете. Ну а основная на 13 мегапикселей тоже делает довольно детализированные качественные снимки. Даже когда ты приближаешь фотографию, видно насколько она четкая. Здесь никаких абсолютно вопросов нету. Но то естественно когда вы снимаете на улице при хорошем свете. Если же мы говорим при съемке в помещении, то качество фотографий конечно же становится гораздо хуже. Все-таки модули здесь бюджетные. А вот видео снимать этим телефончиком я бы не стал. Оно получается очень некачественным, очень дерганым. В общем сразу видно, что телефон не справляется. Так что для фотографий он в принципе подойдет, но вот для видео к сожалению нет. Давайте посмотрим на примеры и вы все сами поймете. Съемка ведется в формате HD 720p. Никаких тебе Full HD нету. Естественно нету и 60 кадров. Причем на экране смартфона картинка очень дерганая получается и такое впечатление, что нету здесь 30 кадров. Не знаю как это будет смотреться уже на экране монитора, но вот на экране смартфона картинка прямо-таки резко дергается. Вроде как есть переключатель электронной стабилизации, но если честно я этого особо не замечаю. Так что к сожалению смартфончик для записи видео не очень подходит. Ну а на фронтальную камеру запись ведется в умопомрачительных 640 на 480. Даже не HD. И несмотря на то, что также имеется ползуночек электронной стабилизации, картинка все так же сильно дергается и записывается рывками. Я не наблюдаю здесь 30 кадров. И это мы снимаем на улице в яркий и солнечный день. В общем телефон для видеозаписи совершенно точно не подходит, хотя делает вполне себе сносные фото. В общем вот такой вот бюджетный дуги S35, который в 2022 году нам предлагают за довольно вменяемые деньги. Так что если вы подыскиваете телефончик защищенный, не очень крупный по размерам, присмотритесь. Этот малыш действительно позволит вам пользоваться смартфонными различными функциями вдали от цивилизации и позволит вам даже сфотографировать что-то на природе с довольно пристойным качеством. В общем довольно неплохой бюджетный защищенный смартфон за свои деньги. На сим данный обзор я буду завершать. Надеюсь вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я буду прощаться. С вами была Айс. Всем пока.